Привет! Мы сегодня вместе с вами посмотрим новый ролик от Уголок Акро про больной китайский плагиат Соника. Погнали! На случай возможной блокировки Ютуба, которая, я надеюсь, не произойдет, ссылка на мой телеграм-канал... Я думаю, что не произойдет. Китайский плагиат Соника, который показывает странные вещи... Слушай, я как будто где-то видел этого ежа. На приюшке у Акро. Нет, как будто до этого где-то видела. Да? Китайский плагиат Соника, который предсказал эпидемию, и от этого становится жутко. Вирус! Натяните маски! Вирус! Скорее! Китайский плагиат Соника, который ломает мне мост. Слушай, ну он нарисован... Сегодня мы его разберем, не отходите далеко. Ну, как бы не очень высоко бюджетно, но в общем нормально, наверное. По сравнению с той анимацией, которую мы видели в некоторых, как говорится, сратых плагиатах, тут как бы не совсем плагиату, скорее он, наверное, заимствует идею. Всем массовый сдряв. Знаете, я скучаю по проблемам прошлого. А помните, как когда-то чуть ли не главной причиной сражения... Это же было про виноградинку Стива, который путешествует по желудку, нет? Это был другой мультик, походу. В интернете был стрёмный дизайн ёжика Соника в фильме про него. Они же поменяли, кстати. А помните, как все радовались, когда ему поменяли дизайн во втором трейлере? Я не заметила разница. А я заметила. Ну, слушай... Да нет, финальный стал лучше. Значит, если я рядом поставил, то, типа, да, они отличаются. Да, нет, я сразу заметила. А в общем, типа, для меня ещё то, что... В первом дизайне он слишком коммунизированный, потом уже немножко кринжевый. Нет, нормальный финальный, он миленький, он просто редэшный, нормальный. Такой же, как первый. Нет, ты что? Это как будто крыса какая-то, больная рахитом, ты что? Не очень, это хоть такой... Вторая тоже... Нормальный, он мультяшный. Или на деле всё это заговор и пиар, и они с самого начала планировали эту многоходовочку, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас всё это воспринимается как информация из прошлой жизни, но это было всего лишь два года назад. Где-то в параллельной реальности я бы уже мог посмотреть Соника 2. А, прикинь, как они бы сэв второй часть сделали. За два года всего лишь наклепали. Прикинь? Вообще. Сейчас бы рассуждаю... Ну да, это быстро. Мне кажется, это очень быстро. Ну, реально, фильм там делается года 4-5. Фильм, а это как бы график одна. Ну, это как-то дело, а мультики ещё дольше делаются. Хотя не знаю, может нормально. Да, лучше ли он первой части или хуже. Но события пошли в совсем ином направлении. Так что встаёт вопрос, что мне делать? Здесь китайский плаги от Соника. Аналитический запал. Ну, я слышал, что в таких ситуациях должно спасать импортозамещение. Я часто слышал россказни о том, что всякий западный продукт сможет заменить аналог из Китая. Ну что ж, мы сможем это наглядно оценить. Это китайский Соника? Вместо ежа Соника у нас тут Ёж Бобби. Китайская копия, которая явно решила, что быть синим целиком, это уж слишком палевно. Поэтому Ёж здраво решил, что в его положении он может позволить себе лишь синие иголки. Но знаете, это как какие-нибудь китайские пиратские игрушки, которые решили даже нормально не красить. Ведь, как известно, и так сойдёт. Удивительно, но этот закос под Соника даже не вышел в один похожий сми с Соника. А опередил его, появившись на свет в 2016. В 2016 году, Миша Крочевка вышел. Явно не пошла на пользу. И Бобби не разросся во вселенную, что может конкурировать с миром синего ежа. Ну слушай, не согласна. У него только синие иголочки и всё. Он по дизайну вообще другой. Он вообще не ёжик. Плюс у него иголочки покажут сразу колючие. Может, он может ещё не бойся не бегать быстро. В смысле не ёжик? Вот как раз-таки этот ёжик больше похож на ушастого ёжика, чем Соник на ёжика. Посмотри. Ну реально, у него же иголочки. Но на Соника не похожи. На Соника не похожи, мне кажется. Похоже больше на ёжика с синими иголками. Ушастого такого. Попробуем заценить это произведение. Иронично, но ёж Бобби будто бы пытался заранее предупредить фильм старшего брата о проблемах, что могут произойти в дизайне. И нет, если что, Бобби, в отличие от всратого Соника, не вызывает эффект зловещей долины. Но также может похвастаться этими жуткими реалистичными зубами. Я так и знала. Джеройскими. Человеческими руками. Ой, точно. Это что, на самом деле, никакой не ёж, а спятивший аниматор, живущий в лесу? В костюме Соника нормально. Блин, кроме шуток, вот это могло бы быть реально интересно. По осени мы взбираемся на вершину... Вон, из целой деревни. И каждый ищет мега круг. А ещё, судя по всему, в мире Бобби, все ежи обязаны быть качками. Иначе тебя, наверное, сбрасывают с позором со скалы. Это дикие ежи. Ну как Бобби выжил. Лучше переключить своё внимание на главного героя Бобби. А это такой выродок, значит. Да. А ещё почему-то у меня иголочки мокреют и как-то скукоживаются. А Соника. Как вам только удаётся продвигаться так медленно. Потому что они, наверное, жирные. О, Соник. Да. Тут нет никакого плагиата. Все ежи бегают со скоростью звука. Именно так. Классно. Это наверняка на каком-нибудь National Geographic рассказывали. Вы просто все невнимательно слушали. Может подсобить? Ты очень поможешь, если не будешь мешать. Да, зачем нам нужен супер-быстрый ёж? Ведь в работе, как известно, главное не стремительное выполнение задач. А тягучее мучение от процесса, перетекающее в желание выпилиться. Так что не порти нам тут всё. Короче, как я понимаю, другие ежи недовольны тем, что медит мегафрукт, всегда достаётся именно Бобби. Прямо как и в этот раз. И это я. Тот самый Бобби! И все сами такие стоят? Но на лакомство претендует и вот этот барсук. Идёт эпичная битва за мегафрукт, в ходе которой герой взбивает Поезд. Что, как известно, может лишь вырубить, а не отправить на тот свет. Ведь все знают, что китайские поезда своих не обижают. Бобби приходит в себя с потерянной памятью среди голубей. И голубиный представитель по имени Серый пытается вылечить его сходов. Да, походу, это не самое главное. Смотри, они цельных обжирают, потому что фишки головы большие, а тела маленьких утащавые. Он, видимо, всех обжирает. ...чудес народной медицины. Ну, точнее, с помощью пощечины. Ого. Что-то в этом есть, да. Как это вообще должно было помочь ему вернуть память? Это как лечить перелом с помощью виртуозной игры на волынке. То есть, ты так-то, конечно, молодец, но я что-то не припоминаю, чтобы такое лечило кому-то кости. Нашел мои стихи. Я тихо таю. Больше мяса и овощей. И вообще. И вообще? Забудьте, что я говорил о виртуозности. От таких ритм... То есть, стихи такие? Больше мяса и овощей и вообще. Хорошо. Итак, Бобби думает, что он птица, которая просто лишилась перьев. Но, к счастью, ему выдают перья, и он... Что это мультик вообще? Он сдох. Прыгнул и сдох. Конец мультфильма. Давай. Думаешь, я полечу? Да-да, давай. Давай. Давай-давай. И мультик закончится. Нет. На деле у Бобби всё получается. Минус физика. А как это вот эта штука летает? Не знаю. Напрягает. Как дипутат летает? Видимо, у него там не жир, а воздух. Личный дирижабль такой, да, шарик. Что подвесил, такой... Дипутат не может летать. Не может. По-моему, перед нами типичный Марти Сью. То бишь, архетип персонажа, наделённый автором гипертрофированными нереалистичными достоинствами, способностями и везением. Который такой, везде самый клёвый чувак. Понимаете, ему вначале показывают, что он самый быстрый из ежей. Что другие ежи поголовно ему завидуют. И вот его выдёргивают из зоны комфорта, закидывают вообще другое окружение. И умеет ещё летать. И даже тут у него всё получается, даже с амнезией. Да я думаю, если ему башню... Почему у него иголки на попе нет? Почему у него только до половины спины, а вот жопчик у него такой обычный. Как будто курточка, знаешь, такая. Да, это странно, с капюшончиком. Почему не полностью? О, оторвать! То он наверняка по инерции ещё денёк пробегает суперскоростью, полетает, а потом так случайно спасёт мир. Но всё-таки неприятности приходят. Ну, чтобы довольно непростой ежи. Чтобы удовольствовать. Ну, в смысле, смесь какая-то с чем-то. Видимо, там мамка с качком изменила качку этому ежочному каким-то другим существом. И получился этот Бобби, походу. Это вызывает странные ассоциации, но ладно. Мне просто кажется, в Китае это не впервой по поводу эпидемии за кихо-то странных животных. Потому что я не знаю, что вообще Бобби не может. Но тут к персонажам забегает злобный барсук. Знава ты! Ты знаком с этим монстром? Кто ты? Не прикидывайся валенком, глупый ты еж! Глупый еж! Я еж! Что с такой? Смысл подобного сюжетного решения. Давайте я приведу примеры амнезии в относительно более адекватном кино. Человек-паук 3. Гарри Осборн пытается убить Питера Паркера, Человека-паука, но бьется башкой, ловит частичную амнезию и на время забывает о своей вендетте. Честно скажу, мне вообще не нравится данный сюжетный ход в этом кино. Он кажется мне дешевым приемом какой-то бразильской мелодрамы, Которому тут нет места. Ты мой внушатый племянник. И без того сумбурный сценарий. Но тут есть рабочий контраст. Гарри 2 фильма шел к своему перевоплощению. И вот происходит событие, которое временно дает Питеру возможность расслабиться, думая, что теперь все как раньше. А вот теперь прикиньте, если бы Осборн словил амнезию в первом фильме в первые 15 минут. Вот примерно такая же дичь происходит. Мне нравится, как Акры сравнивают Человека-паука культового с каким-то непонятным ежиком, типа Соником, сделанным в кино. Ну как бы, ладно. Входит в еже Бобби. Мы по сути ничего не ведаем про этого барсука. И его противостояние с Бобби уложилось в несколько минут беготни за хавчиком. Поэтому мы не можем словить никаких эмоций от того, что Бобби не узнает своего врага. Ведь мы, считай, тоже его не знаем. Так что, кому не насрать. Долго ты не протянешь. Это территория людей. Твой кошмар только начинается. Ой, смотри, прям реально в посемчиках были. Как будто пандемия. Потому что в этой истории нельзя создавать Бобби какой-то дискомфорт дольше минуты. Ёж, походу, взял себе мультфильм класса люкс. Удивительно, но у Бобби не выходит с побегом. Хотя он все равно умудрился помочь почти всем другим зверям, что все еще дает нам предположение о том, что он ежиный Иисус. Темнотище. Только без паники. Стихи. Говно. Золото. Пенис. Хорошо. Я всех вас выпущу. Я остаюсь в клетке. Самое надежное место. По городу гуляет какой-то страшный вирус. А здесь для нас, питомцев, безопасно. И никаких забот. По городу? Ладно, я ничего не буду говорить, наверное. Ёж все же сбегает из плена. Падает, но в этот раз без амнезии. Потому что известный научный факт в том, что поезда могут вызвать потерю памяти. А просто падение нет. А падение с большой высоты нет. Вы что, глупые? И вот он подбирается к людям. Они сейчас скажут, все, это то животное, которое разносит вирус. Вирус! Да. Вот смотри. Дискрутировал. Так, ну ладно, это, наверное, все же стоит обсудить. Я начал смотреть этот мульт, как какую-то дичь, что косит под Соника. Но на деле, смотря сейчас... Пророческий мультфильм. 16-й год, между прочим. ...пандемию. Все в масках. Люди парятся из-за... Блин, мне кажется, знаешь почему? Потому что это как бы Китай, а у них достаточно часто всякие штуки приходят. Просто в этот раз коронавирусы... Они же постоянно маской ходят. Да. Они до коронавируса ходили маской постоянно. Во-первых, у них тогда коронавируса были какие-то вспышки тоже эпидемии разных, типа птичьего гриппа, еще там чего-то. И они... И в принципе какие-то вирусные заполевания, у них такая культура. Смог у них такой еще тоже. Да, да, да. И, наверное, поэтому как бы для Китая, в принципе, это такая типичная ситуация, когда может быть какая-нибудь штука, которая может вызвать какой-то вирус, и поэтому у них у всех там маски под рукой и все такое. Ну, не из-за вируса, а из-за смога. И предполагают, что вирус пошел от животных. Блин, если бы главный герой был не ежом, а летучей мышью, то я бы вообще охренел. Ах да, мне напомнить, что, ко всему прочему, это китайский мультфильм. Если так подумать, Китай еще в 2016-м пытался предупредить нас о том, что грядет. Но никто не выкупил. Как минимум потому, что кто вообще нахрен смотрел ежа Бобби? А уж тем более искал в нем какие-то подтексты сурового будущего. Но, тем не менее, все эти элементы откровенно проходного мульта внезапно поднимают его на уровень произведений, опередивших историю. Да чего поразительно. Но что там с сюжетом? Бьешь с холма плодовой кожуры из-за тебя, Бобби. Что в этот же барсук? Бобби? Ну, видимо, конфликт с амнезией разрешился. О чем этот мультфильм будет рассказывать еще час? Про вирус? Ничего себе. А он его не поколол никак? Он сейчас его будет препарировать. А, вот такие завязки. Я вас понял. Ты чего? Не трогай меня! Не трогай лапу! Никто не смеет. Что ты делаешь? Я же так не смогу, если что, сказать стоп-слово. Хватит! Хватит! Что тебе нужно? Ты что в меня впихнул? Прошу прощения. Блин, этому мультфильму не хватает сцены, где вначале Ёж сидит на диване и говорит, что все нормально. И заявляет о том, что дальнейшее происходящее действие будет максимально по обоюдному согласию. В общем, Ежу сообщает, что он здоров и не может распространять заразу. А, это были анализы. Я же видел на компьютере этого человека по имени Сяомин фотку Ежихи. И влюбляется. После чего его иголки становятся тверже. И еще более скандалами не отошел. Мультфильм, ну куда мне еще это? Больше ты не будешь скитаться и голодать. Только прививку сделать надо. И возможно кастрацию. Ну потому что она девочка. И не обязательно иметь твердые иголочки. А то мне кажется, он такими темпами оприходует экран монитора. Доктор Мысли Дом, здравствуйте. А, Сяомин. Я повесил на всех животных датчики GPS. Теперь мы сможем отследить их на этом устройстве. Я верил в тебя. Запускайте план Аполлон. Эй, доктор. План Пола. Кажется, что вы ловите и убивать? Спалились. Ловите и убивать? Я займусь приютом собственноручно. Хотели отслеживать и убивать животных? Я уничтожу... То есть они взяли животных, поймали их. Не убили их сразу. Да, не устранили. Сначала надели им передатчик, потом выпустили на волю, потом такие... Теперь надо на них охотиться и уничтожать. То есть сразу, как они их поймали, уничтожить было нельзя. Нужно было надевать передатчики. Моя логичная. Всех до одного. Ребята, блин, куда вы спешите? Нет, поймите. Меня самого уже достал этот Пиксара-диснеевский прием внезапного злодея в мультфильмах. Особенно, когда он предсказуемый. Но серьезно. Представлять вроде как доброго персонажа и в то же время показывать его внезапную злобную сущность в течение минуты. На каких сценарных курсах вообще такому обучают? Вы же все же мультфильм делаете, а не видос в ТикТок. Прикиньте, если бы в Звездных войнах Дарт Вейдер при первом же появлении сказал... Кстати, я отец Люка и Леи, и под конец жизни я стану добрым. Не благодарите, что я собираю ваше время. Итак, Бобби убегает, и его спасают голуби. Но, видимо... Блин, депутатка. Это жена депутата, смотри, летит рядом. Нормально. Чего они такие все? Я не поняла. Ну, так вот получается. Я нашел соплеменника, ежа, и я тоже еж. Что? Ты ежик? Да. Вот это поворот. Может, еще и господин Пинг, неродной отец Панты По? Да, не. Это уже глупость какая-то. Смотри, ты попал на большой экран, тебя видели все. Потому серый и примчался, даже не завтракал. Но он появился на этом экране всего где-то минуту назад. Ах, да. Они скоростные голуби. Так что этому мультфильму больше одной минуты и не надо. И вот герои находят долину с ежами. Всем привет. Какие-то другие ежики. Это не те ежи. Они тебя впервые видят. Из вашей шайки. Это без колючек ежики. Да, это какие-то мягенькие ежи. Это крысы. Они еще с таким модным каким-то этим воском, уложенными хохолками. Посмотри. Да, так иголки вернулись. Так может, это реально крысы, а не ежики? Уважаем. Шел бы ты в какое-нибудь другое толерантное место. Убери свои иголки. Я приказываю, убери иголки. А им, видимо, надо зализывать. Я думаю, что я пошутил, а это, походу, даже не шутка. Но зато Бобби встречает тут ту самую ежиху, которая по какой-то причине говорит с акцентом, хотя все остальные ежи нет. Он накличит на нас беду. Но ведь он один из нас, и ему негде жить. Она туристка? Видимо, это был единственный способ придать персонажу индивидуальности. В общем, Бобби начинает шеймить за иголки, ведь правила местного сообщества ни в коем случае не выпускать их. А учитывая, что до этого Бобби активно выпускал их при виде ежа противоположного пола, я начинаю думать, что здешнее объединение таким образом приветствует... А как, кстати, откуда они, ежи-то новые появляются? Если нельзя иголки там выпускать и все такое. Ну, у Бобби после участия в видосах с красивым замком в начале, наверное, уже нет обратной дороги. Впрочем, за него и Голубь в этом плане справляется. Кстати, а то, что ежи-то прикрывает свои иголки листами, является аналогом хиджаба. Наверное, мне стоит перестать искать такие параллели. Бобби плюет на все правила. Вытаскивает иглы для сбора еды и кадрит ежиху тем, какой он знатный анархист. И вот Бобби уже готов к эпичному сосалову с этими некомфортными крупниками морг. Чего так странно звучит? Но все прерывают внезапные флэшбеки. Ну-ка. Тот самый Бобби! И что, и как это ему... Я вспомнил, как он крутой был. И что? И он такой, и крутые пацаны с девками не целуются. Да, я еще лох. Где же мое гачи-братство, которым я жил? Ну да, получается так или как? Я все вспомнил! Он испихнул? Увы, Бобби застукали с иголками и с позором выгоняют из долины. Зачем нарушать правила? Зачем так выделяться из толпы? Принять порядок, по которому все живут? Зачем рисоваться? Понимаешь, о чем я? Ну что, все поняли, что он не такой, как все? Да, да. И мне нужна еще более прямолинейная реплика. Просто я еж с иголками родился. А я родился с лагающими текстурками. А вот. Но тоже этого не стыжусь. Нормально. Я гордо несу звание урода по жизни. Хватит! Не читай мне нотации. Да ты просто прожорливый, глупый голубь, который летает и то с трудом. Зашейнул депутата. Ощущение, что сценарист идет по учебнику драматургии, но делает это максимально не в попад. Да, ссора персонажей в начале третьего акта. Схема рабочая. Вот только к этому нужно как-то плавно идти, а не резко делать персонажа мудаком. Но, видимо, тут мысль в том, что просто появление девушки может сразу сделать героя грубым мудилой. В принципе, в этом можно поверить. Герой проходит через страдания на фоне грустной песни, и все, что у него... Кстати, я заметила, что по сути, тут особо не показывали, что он скоростной. Только вначале показали кусочек. Один раз боксанул, показал своим мужикам, как он крутой, и все. И дальше, а смысл твоей этой способности скорости, если ты нигде никак не юзаешь? Это фрукт, который вновь пытается забрать у него барсук. Не смей, не смей, не смей отнимать его! Не смей, не смей! Полагаешь, мне нравится воровать? Это их вина! Это все люди! У меня был дом, была семья, и пищи хоть завались. Но люди разрушили мой дом, надели позорную цепь и вышвырнули на улицу! Вот это мой! Цепь на барсука? Я поражен, но барсук с таким бэкграундом реально становится интересным персонажем. Кроме шуток, он, наверное, единственный герой, в отношении которого все сделано правильно. Его представили плохим парнем, и спустя больше половины мультфильма показали его предысторию, которая заставляет взглянуть на него с другой стороны. Это настолько неожиданно адекватная сюжетная схема, что начинает казаться, что это вообще вышло случайно. И вот нас, вы не случайно сделали адекватный ответ. Все, зондирование. Издохну. Барсук его защитил. Не дождешься. Что? Что ты говоришь? Мне нравится, как перевод соответствует качеству самого мульта. Ты живой? Не дождешься. Ты живой? Не дождешься. Типа, ишь, чего захотел? Я мертв внутри каждую секунду, и не смейте думать обо мне иначе. Бобби с компанией возвращаются к воздерживающим ежам и извиняется, но местный лидер все же признает, что пора уже выпустить иголки. И, честно говоря, финальная битва с ежами даже по-своему эпична. Подожди, так кто все-таки из животных распространял вирус? Вот в чем вопрос. То есть, ты думаешь, болеешь за ежиков, думаешь, как хорошо, что они тырят людей. На самом деле, вот эти депутаты тут... Может, депутат вирус распространяет? У него текстуры не зря лагают. Какает там... Своими этими, да, через плаке, и все. Распространяет вирус. Тут даже слоумо есть. О! Зак Снайдер аплодирует стоя. Микробы! Вирус! Я забыкаюсь! Микробы или вирус? Вирус! Вирус! Ну, наверное, в 2016-м это еще было смешно. Ну и вот Бобби нужно победить главного злодея. Местного китайского железного человека. Он применил легендарный прием игла в небесах? Что это такое? Это когда усилием воли ты собираешь иголки на голове в одну иглу. Это слишком опасно. Ой, боже! Ты же погибла! Единорог. Как удобно, что эта техника появилась в сюжете только что. Да. А зачем вам в середине вот эти отверточки дырочки? Это типа у него костюм так одевается на отвертке, вот все на этой замешанное? Или это как в железном человеке, то у него этот ядерный реактор или как что? Это такое странно. А, да, он его раскрыл. У этого парня ноль почтения к труду садовников. Бобби теряет иголку, но, конечно, выживает. Конечно, я выжил. Мы провели много экспериментов. Оказывается, они животные. И выяснили, что эпидемия этой страшной болезни... Вообще не существует. ...не имеет никакого отношения к животным. А, да? А, к животным не имеет! Снимают маски нормально, она же прошла. То есть они сказали, эпидемия не имеет отношения к животным. Так вы знаете, как сказать про корону? Знаете, мы выяснили, корона есть, но это не из-за летущей мыши. Все такие, а, да, класс, снимают маски. А, хорошо, фу, слава богу. А какое ему влегчение? Тима, как это вообще связано? Виноват Билл Гейтс и его пять живышки. Да? Вот оно все и вылезло. Ну что ж, это был Ёж Бобби. И это было странно. В третьем акте мультфильм становится смотрибельным, но до него сюжет ломается в своем... Мальчика, зачем этого ввели, кстати? Если вы берете такую дурную тему, как амнезия, то хотя бы добавляйте к этому какое-то драматическое оправдание. Ну, например, драма в том, что Бобби все и всех забыл, а ведь дома его ждут друзья и семья. Но нет. Мультфильм показывает, что другие ежи недолюбливают Бобби. Ну да, потому что он выпендривался. И сам Бобби ни с кем дружественно не взаимодействует. Так что и пофиг. Может, драма в том, что только с помощью амнезии Бобби смог отпустить прошлое и найти себя в новом обществе. И уже позже, вспомнив о своих корнях, он решает выбрать все же новую жизнь. Но опять же, его ежи его же не любят. У него нет никакой эмоциональной привязанности. Так что всплывает вопрос. Зачем тут нужна какая-то амнезия? Сюжету она нафиг не упала. Будто кто-то запустил генератор случайных сюжетных решений и не озаботился органично впихнуть результат в историю. Сюжетная спешка, которая убила... Слушай, я тут скажу. Еще проблема в том, что как-то куча персонажей зачем-то линия с мальчиком, который проводил эксперименты, а потом сказал, что нет. Сначала показывают каких-то голубей, потом это ежиха. Вначале какие-то мужики-качки тоже непонятно гачи были. Ну, типа, понятно, но как-то их так много. Может быть, когда ты смотришь мультик, оно по-другому воспринимается, конечно. Я тоже думаю, что надо смотреть мультик. Потому что это немножко получается фрагментарно. Тебе кажется, как будто какие-то лишние персонажи однозначно напихали. А, еще барсук, кстати, есть же, да. В целом рабочие вещи тоже не идет событием в плюс. Но из-за всей этой темы с эпидемией этот мультфильм при всей своей несуразности, я считаю, должен войти в историю. Надо почаще следить за китайскими мультфильмами. Возможно, они еще что-то смогут предсказать. Может, лучше не надо? Всего хорошего и спасибо за рыбу. Короче, это вообще, походу, не ежик. Это дикобраз. Потому что у него иголки длинненькие. У него иголки длинненькие. Но он же ими не стреляет. Он отличается от всех. Во-вторых, это вообще не Соник никакой. Я просто скажу, это не похоже на Соника. Даже не похоже на пьянт ничего. А он один раз крутанулся. Типа, я быстро, ха-ха-ха. И мы спародировали Соника. Типа, что я ежик такой же, как Соник. Ну, по сути, сюжет и дизайн. И не пахло с Соником. Это просто какой-то странный мультик. Это просто мультик про кого-то ежика. Ну, не могу сказать, что он плохой. Он типа такой. Такой. Знаешь, как будто на мультилянде какой-нибудь. Включили его там полнометра. Да, на каком-то канале такой мультяш. Он что-то идиот такой. Не очень такое. Что-то высокобюджетное. Где-то там что-то на фоне. Кто-то там крутится. Что-то он там делает. Непонятно. Такой, ну окей. Искать в нем смысла тоже, значит, не вижу смысла. Да, походу нет. Только что вот он, да, реально. Ну, прикол с пандемией, с вирусом. Мне кажется, я говорю, был связан с тем, что просто в Китае это частая тема. Поэтому они и завязали. Не то, что они там предсказали что-то. Ну, а с вами был Ландау. Спасибо за рыбу. Ай, выхудрил. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.